Кто проживает на дне океана? Ответ на этот вопрос знают все. Конечно, Спанч Боб квадратные штаны. Приготовьтесь, поскольку мы собираемся показать вам 10 персонажей из мультфильма о Спанч Бобе в реальной жизни. Интересно? Тогда оставайтесь с нами. Мистер Крабс. Начнем, пожалуй, с самого противоречивого, но в то же время полюбившегося нам персонажа, Мистера Крабса. Мистер Крабс, известный также как Юджин Гарольд Крабс, алчный, помешанный на деньгах владелец ресторана Красти Краб, который, несмотря на свое огромное состояние, трясется над каждым центом. Фирменным блюдом ресторана Красти Краб является знаменитый Крабсбургер, охота за секретным ингредиентом которого является одной из сюжетных линий мультсериала. Что касается самого Мистера Крабса, он реальный краб, поэтому в жизни выглядит именно как краб. Сходство налицо, не так ли? Однако некоторые поклонники отметили, что Юджин Крабс очень похож на актера Клэнси Брауна, который его озвучивал. Сам Клэнси шутит, что чем старше он становится, тем больше находит схожих с Мистером Крабсом черт. Перл Крабс. Следом за Мистером Крабсом справедливо будет рассказать о его дочери, Перл Крабс. Перл отлично справляется с тем, чем так боится заниматься ее отец, а именно постоянно тратит деньги. Она и слова не хочет слышать об экономии и ни в чем себе не отказывает. К слову, догадаться, что Перл – приемная дочь Юджина, несложно, поскольку не родился на свете еще такой краб, который смог бы родить Кашалота. Кем не является Перл Крабс? А теперь посмотрим, как бы выглядела Перл в реальной жизни. Да-да, абсолютно так же, как и обыкновенный Кашалот. Кстати, в длину Кашалот может достигать до 18 метров, а весит до 45 тонн. Для сравнения, Кашалот сопоставим по размеру вот с таким школьным автобусом. Единственное отличие реального Кашалота от Перл в том, что настоящий Кашалот, к сожалению, не носит черлидерскую униформу, и на носу у него не нарисовано розовое сердечко, как у Перл. Озвучивает единственную дочку Мистера Крабса американская актриса Лори Аллен, которая утверждает, что озвучивать Кашалота подростка невероятно интересно. Внешне Лори, к слову, совершенно не похожа на Перл Крабс. Миссис Паф Миссис Паф — рыба-ёж, которая учит жителей Бикини-Боттем вождению. Вождение под водой? Как такую возможность, спросите вы? Однако это уже совсем другая история. А именно история о логике в мультфильмах, не поддающейся объяснению. Миссис Паф просто терпеть не может Спанч Боба. В частности, из-за того, что он просто бездарный и совершенно не обучаемый водитель. А вот так выглядит Миссис Паф в реальной жизни. Особенность рыбы-ежа заключается в том, что при приближении опасности она раздувается как шар. Хотя в этом иногда и вовсе нет необходимости. Возможно, такая биологическая особенность объясняет слегка параноидальный характер Миссис Паф. Помимо всего прочего, у рыб-ежей в кожаном покрове содержится токсина. Поэтому одна рыба-еж может поразить ядом 30 человек. Несомненно, между Миссис Паф и рыбой-ежом есть сходство. Однако мы считаем, что среди людей также есть по крайней мере два человека, похожих на этого яркого персонажа. Первый из двух – Дональд Трамп, прическу которого очень сложно отличить от прически Миссис Паф. Кроме того, схожие черты можно разглядеть в чертах лиц и даже во взглядах. Второй человек, внешне напоминающий учитель о вождении Спанч Боба – всемирно известный хореограф Эбби Ли Миллер, которая стала известна после выхода нашумевшего реалити-шоу «Мамы в танце». Мы предполагаем, что у Эбби и Миссис Паф нашлось бы множество тем для разговора, учитывая тот факт, что обе являются преподавателями. Улитка Герри Этот немаловажный персонаж и любимое домашнее животное Спанч Боба в свое время заставил многих зрителей пересмотреть свои предпочтения в выборе домашних животных. В мультфильме Герри представляет собой аналогию с самым распространенным домашним животным на суше – котом. Стоит также отметить, что иногда Герри даже произносит нечто похожее на звук «мяу», в точности, как это делают коты и кошки. У Герри очень красивая розовая ракушка, которая, конечно, выделяет его среди других улиток мультфильма. Удивительно, но в реальной жизни существует точно такая же морская улитка. Ракушка, которая окрашена в те же самые цвета, что и у Герри. Несмотря на свою медлительность, улитки очень смелые и упертые живые организмы. Что касается озвучки, в мультсериале свой голос Герри подарил Томас Кенни, который также озвучивал и Спанч Боба. Сквидвард Не секрет, что у Сквидварда и уже знакомой нам миссис Паф есть кое-что общее. Оба они просто терпеть не могут главного персонажа мультфильма – Спанч Боба, и с трудом терпят его выходки. Сквидвард – осьминог, работающий кассиром в ресторане Красте Крабс, и всем сердцем ненавидящий свою работу. К слову, многие ошибочно предполагают, что Сквидвард – кальмар. Однако авторы мультфильма уже не раз официально заявляли, что этот персонаж – никто иной, как осьминог. Теперь взгляните на этот сюрреалистичный портрет Сквидварда, согласно которому так осьминог выглядел бы в реальной жизни. Озвучивает восьминогового персонажа американский актер Роджер Бампас, который, по мнению многих, невероятно похож на своего персонажа. Кстати, знали ли вы, что осьминоги являются чуть ли не самыми древними обитателями нашей планеты? Первым найденным человеком-останком осьминога было аж 300 миллионов лет. Планктон является одним из антагонистов мультсериала. Этот персонаж просто крохотный, однако это не мешает ему строить кузни против мистера Крабса и Спанчбоба, чтобы добраться наконец-то до секретного рецепта приготовления Крабсбургера. Конечно, зачастую гениальные планы Планктона с треском проваливаются, порождая все более изощренные и хитроумные схемы. В мультфильме Планктон выглядит злобно и не совсем приятно, как, в принципе, и его реальный прототип. Кстати, особенность Планктона заключается в способности перерабатывать свет в энергию, а их преимущество в том, что они служат пищей большинству более крупных морских обитателей. Капитан Помните персонажа, с которого всегда начинается ваш любимый мультфильм о Губке Бобе? Конечно, это пират, капитан судна, заводящий ту самую популярную песенку, которая потом неделями может не выходить из головы. Услышав фразу «Вы готовы, дети?», просто никак нельзя не ответить «Да, капитан». Персонаж Капитана Пирата – один из немногих персонажей, которые появляются в каждой серии мультсериала. Именно поэтому его сложно не узнать. Поклонникам мультфильма так понравился этот простой герой, что один из них даже полностью воссоздал образ Капитана, показав, как бы он выглядел в реальной жизни. Также пират несколько раз появлялся в отдельных эпизодах мультфильма, и роль его исполнял реальный человек. Многие спрашивали себя, не надоело ли Капитану каждый раз произносить одни и те же слова. Но как может надоесть то, с чего начинается мультфильм всех времен и народов? Итак, вы готовы, дети? Сэнди. Кого-кого, но вот белку под водой увидеть очень сложно. Однако белка по имени Сэнди Чикс сломала все стереотипы, поселившись под водой. Конечно, ей приходится передвигаться по дну океана в скафандре. Но факт остается фактом. Сэнди прибыла в бикини-ботом из самого Техаса, о чем говорит ее заметно проскальзывающий акцент. Сэнди очень интеллигентная белка, не упускающая при этом возможности выражаться прямо и откровенно. Кроме того, Сэнди самый настоящий ученый, а также спортсмен и, конечно, разрушитель стереотипов, согласно одному из которых совмещать научную деятельность и спорт невозможно. А теперь давайте представим, как бы выглядела Сэнди в реальной жизни. Только посмотрите на эту милашку. Похожую на нашу героиню, как две капли воды. В мультфильме белка тесно дружит с губкой Бобом и Патриком. Однако дружба с Патриком иногда действует Сэнди на нервы, поскольку уровень интеллекта у них совершенно разный. Озвучивает смышленую белку Кэролин Лоуренс, которая, к слову, поклонника мультсериала чем-то напоминает Сэнди Чикс. Патрик. Хоть Патрик и не является самым смышленым персонажем мультфильма, Без него проект потерял бы свою уникальность, поскольку именно глупость и неуклюжесть Патрика порой становятся причиной многих забавных ситуаций. Патрик — это морская звезда, очень ленивая и глуповатая. Кстати, у настоящей морской звезды нету мозга и системы кровообращения, а ее вес порой может достигать 5 килограмм. Да, кстати, активной подвижностью морские звезды также не отличаются. Наверное, именно поэтому они проживают более 35 лет. По сюжету Патрик и Спанчбоб — закадычные друзья, и несмотря на то, что между ними часто возникают споры, Патрик всегда обращается за советом к своему лучшему другу, а также платит за дружбу непоколебимой преданностью. Озвучивает мультяшную морскую звезду американский актер Билл Фагербакки, с которым у Патрика, как ни странно, внешнее сходство отсутствует. Тем не менее, Биллу удалось сделать персонаж Патрика уникальным и незабываемым. Спанчбоб. Вот мы и добрались до главного героя мультфильма — Спанчбоба. Начнем с того, что губка Боб — самый необычный персонаж мультсериала, созданного, к слову, морским биологом Стивеном Хилленбергом. Герой Спанчбоба любит дурачиться и вообще с позитивом относится к жизни. Однако в то же самое время у него есть любимая работа и даже водительское удостоверение, из чего можно сделать вывод, что ему уже точно есть 18 лет. Многие не знают, но прототипом Спанчбоба стала самая обыкновенная морская губка — подводные многоклеточные животные, распространенные по всему земному шару. Стоит упомянуть, что по поводу морских губок до сих пор не прекращаются ожесточенные споры. Одни твердят, что губка — животное, другие утверждают, что это растение. Однако, несмотря на эти споры, Спанчбоба зрители полюбили сразу за его отзывчивость, доброе сердце и позитивные отношения к жизни. Кстати, озвучивал яркого персонажа Том Кенни, голос которого теперь узнают миллионы поклонников со всего мира.